Королева Елизавета, она развратная извращенка. Она психически ненормальна по пяти различным причинам. У нее помутнение рассудка из-за алкоголя. Я почти уверен, что у нее сифилис. Она намекала на это. Она родилась в буквальном смысле этого слова. Стоит ли говорить, что она особенная, если быть политкорректным? Я говорю умственно отсталое, когда говорю о клонировании, и вообще говоря, я просто говорю умственно отсталое. Я думаю, людям это не нравится. Но да, она такая и есть. Она действительно страдает по многим причинам. От каннибализма, от инбридинга и от того, что большую часть своей жизни провела в непосредственной близости от страшных инопланетян, занимаясь клонированием, не так ли? Верно. Я полагаю, это травмирует вас. Но все в клонировании боятся ее и все делают то, что она говорит. Ну что же, я не хотел туда идти. Через некоторое время я собрался с духом и сказал ей, что не хочу туда идти. И потом, ну в общем, она всегда выставляла меня жертвой. То, что я сочинял песни, было просто бонусом. Я всегда должен был быть жертвой. Она действительно хотела, чтобы все выглядело так, будто я плохой человек или воплощение зла, чтобы людям было все равно, или они даже пытались защитить меня, пытались вступиться за меня. Потому что у нее ничего нет. Я расскажу вам, как у нее обстоят дела. Потому что она по сути управляет этим заведением. Она не жертва. Она не заложница. Она управляет этим заведением, и все даже боятся сказать, что они не хотят туда идти, потому что тогда она намекнет, что ее оскорбляет то, что они не хотят быть ее друзьями. Там собралась вся королевская семья. Чарльз тоже сумасшедший. Он постоянно общался со мной по поводу клонирования с тех пор, как я был ребенком. Для меня они сделали исключение. Мне разрешили пойти туда вечером для взрослых, когда там не было других детей, и я бы пошел туда. Теперь, когда она там, у нее есть все, что у нее есть, как у Брэда Пита, Анджелины и Джоли. Там есть все, о ком вы только можете подумать, это самые выдающиеся люди. Черт возьми! И она хочет, чтобы ее видели и слышали. Она в отчаянии. Она то, что вы называете вниманием. Ну что же, я не буду произносить это слово, но человек, склонный к беспорядочным связям со вниманием, вы можете понять, о чем я думаю. У нее ничего нет. Видите ли, она встанет и скажет, о, я королева Англии, верно? Верно. И взмахнет рукой в своем фирменном жести. И она станет очень могущественной и очень богатой. И это все, что у нее есть. После этого она должна сидеть с ложа руки и ничего не говорить, потому что она скучная. У нее нет ничего, никаких трюков, вообще ничего. У нее нет ни талантов, ни навыков. Она умственно отсталая и выставляет себя дурой. У нее ничего нет. Вы не умеете ни петь, ни танцевать. Она неинтересна. Это все, что она может сказать всем знаменитостям. Так вот, когда она нашла меня, у нее была маленькая собачка, которой она могла управлять и выгуливать на поводке перед всеми. Посмотрите, что у меня есть, этот волшебный мальчик, который может петь песни из воздуха, не так ли? Она использовала меня в качестве мыльницы. Видите ли, без меня у нее действительно нет причин говорить. Она, сколько ей сейчас, 87 лет, она находится в месте сексуального рабства. Вы знаете, никто не хочет видеть ее в шароварах, понимаете, что я имею в виду. Это все равно, что повесить плюшевого мишку, пора уходить. Но она сидит там и говорит, да, а теперь мы собираемся выпустить рассвет и будем делать то-то и то-то. Убийство в пектоне, они заставляли меня смотреть все это. И Лизабет действительно взяла под свой контроль все, что касалось меня, потому что она вела себя так, словно была моей хозяйкой, верно? Потому что я был мистером, особенным исполнителем песен, так что она всегда сидела рядом со мной и все такое. Она работает оператором. И потом, ну, в прошлом у нас с ней были еще более отвратительные отношения. Не будем вдаваться в подробности. Она одна из худших людей в мире. Она одно из главных зол. Чарльз просто ужасен. Камилла просто ужасна. Уильям. Уильям. С Уильямом что-то не так. И Гарри напуган. Это странно. В Великобритании, где всем заправляют Элизабет и Чарльз, дела обстоят не очень хорошо. Они не лояльны к стране. Они лояльны к самим себе. Ну что же, примерно за три дня до этого я появился там, и сама Элизабет, сидевшая в первом ряду толпы за хоккейными досками, сказала мне, это прощание, Дон. И я подумал, о, здорово. И они приводили меня туда каждый вечер. И она сказала, это прощание, Дон. Я подумал, о, как хорошо, я не могу дождаться. Потому что она повторяла это так много раз, и обещала вернуть меня на следующий вечер и сказать, ха-ха-ха. Верно? Верно. Это похоже на безумную однообразную шутку. И все остальные будут смеяться, но не улыбнуться, потому что они должны смеяться. Это было довольно безумно. Она продолжала бы это делать. И она знала, что это не очень смешно, и ей действительно было бы трудно объяснить ход своих мыслей. Она знает, что тамошним людям она даже не нравится, но они должны притворяться, что она им нравится. Это просто невероятно. Ну что, вы здесь в последний раз? Я подумал, ладно, хорошо, я не могу дождаться. Да, отлично. Это было действительно коротко. Я пробыл там всего около 30 секунд и был отключен. Когда вас отключают, вы просто, я видел это на видео, и другие люди, которые были отключены, просто безвольно падают на пол. И тогда либо у вас не будет снов, либо вам начнет сниться сон, настоящий сон, верно? И тогда вы проснетесь на следующий день и вспомните об этом. Но потом, ну, конечно же, она солгала, и я снова вернулся. И там был еще один парень из франкмасонства. Они все были взбешены. А я был в уменьшенном теле самого себя. Они называют это гомункулусом. Они могут сделать из вас клонов нормального размера, которые будут выглядеть почти так же, как вы. У вас будут другие мимические морщины, круги вокруг глаз и прочее. Это выглядит не совсем так, как у вас. Каждая из них выглядит немного по-разному. Эти дублирующие клоны не похожи на те, что выращиваются из младенцев. В пробирке вы вырастаете в полный рост. Но давайте посмотрим, о чем он говорил, почему вы не можете просто прийти сюда. И вы нам действительно нравитесь. Вы потрясающий. Мы хотим, чтобы вы остались здесь и пообщались с нами. Нет, этого не произойдет. Я же сказал вам, что я один. Так или иначе, в итоге он стал топтать меня по голове, пока я не потерял сознание, и я не знаю, возможно, умер. Но это был бы последний раз, когда я был там. Но именно по этой причине я был клонирован в уменьшенном размере, потому что этот парень, толстый старик, не смог победить меня. И именно поэтому я был уменьшен в размере, чтобы вы могли победить. И они ударили меня по голове, потому что все они оскорблены тем, что я не хочу общаться с ними. Они все там невероятно отвратительны. И они стали по-настоящему уверены в том, что могут делать с кем угодно все, что захотят. А когда они становятся жертвами или убивают кого-то в реальной жизни, это мешает кому-либо говорить, верно? Но со мной все по-другому, потому что я всегда думал, что все равно умру. Так что я подумал, я сделаю все, что в моих силах, раз уж я все равно обречен. И поэтому они не могли контролировать меня в этом аспекте. Но другие люди все еще напуганы. Я не знаю, что теперь произойдет. Потому что теперь, когда они не убили меня, все остальные обрели уверенность в себе. И они говорят, ну что же, мы не будем сейчас об этом говорить. Все эти знаменитости и все такое прочее. И они говорят, что Элизабет все еще пытается угрожать людям в тишине, потому что она просто хочет продолжать в том же духе, потому что она знает, что обречена. Ее будут поносить хуже, чем Гитлера. Она говорит, что буквально вот здесь у нее с собой капсула с цианидом. Они все так поступают, все подонки так поступают, потому что знают, что их ждет. Они думают, что толпа окружит их и оторвет им руки. Как они сказали, мы боимся, что нас линчуют прямо на улице, когда это станет достоянием общественности. И я сказал, эй, вы действительно заслуживаете того, чтобы вас линчевали. По-моему, вы заслуживаете гораздо худшего. Элизабет продолжает принимать лекарства, чтобы не заснуть, потому что ей больше нравится быть клонированной, чем настоящей. Боже мой, она такая отвратительная. Это совсем не так. Она не похожа ни на ящерицу наполовину, ни на ящерицу оборотня. Такого превращения не бывает. Они смеются над этим. Эти родословные и все такое прочее, все думают, что они вернулись с самого начала, что у них чистое родословное и все такое прочее. Все они просто прирожденные люди, закоренелые прирожденные люди. И все они люди, которые помогали ящерам в прошлом. Этих ящериц зовут Брю. Они помогали им находить жертв, пищу и все остальное. А в обмен ящерицы из-под земли приносили им драгоценности, золото и все остальное, потому что там внизу, им это ни к чему. Все эти местные дети помнят, как Филипп, Элизабет и другие люди появлялись в определенный день. Для них это были очень страшные времена, и они запечатлели эти даты в своем мозгу, чтобы помнить о будущем. Проблема заключалась в том, что эти даты не совпадали с визитами королевской семьи в Канаду. Дело в том, что на самом деле их там не было. Они были клонами. Они были клонами в Канаде. Они спали в Англии, а здесь, в Канаде, бегали в состоянии быстрого сна. Что бы они ни делали, они брали детей на пикник, группу из пяти человек. Они брали с собой одного ребенка в лес, и эти дети подвергались всевозможным растлениям. Так вот, они приводили их в лес, и дети думали, ой, я просто снова подвергнусь леньке, потому что они к этому привыкли. И они связывали их и думали, что это просто часть всего происходящего, верно? Но когда они связывали их, они душили их и смотрели им в глаза, пока они не умирали. Они сказали, что это доставляло им какое-то сексуальное удовольствие или что-то в этом роде, верно? И тогда дети не возвращались в свои кровати в общежитиях, в резиденциях и так далее, и дети говорили, я навсегда запомню этот день, когда королева Елизавета. А что мы говорили о том, что они по сути были убиты, да? Таких случаев было много, но иногда только несколько человек из группы уходили в лес, а потом просто не возвращались. Но некоторые люди, некоторые дети, которые были в той группе, были возвращены в школу. Но королева Елизавета и Реслинг еще не находятся в тюрьме. Так что, знаете, я так не думаю. И он выиграл свое судебное дело и все такое прочее. И позвольте мне сказать вам, что другие люди в прошлом говорили, что королева Елизавета ест людей и все такое прочее. Так оно и есть. И она говорит, что это способ сохранения красоты. Ну дело в том, что вы знаете, когда коровы едят других коров, которые заболевают коровьим бешенством. Это называется коровье бешенство. И это вполне вероятно. В чем дело? Это энцефалит. Ну что же, люди тоже им болеют, если едят людей. Но люди не знали об этом примерно до тех пор, пока не было открыто коровье бешенство. И поэтому они обнаружили это как бы слишком поздно. Так что сейчас они на три четверти отсталые от того, чтобы есть людей и тому подобное. Потому что у клонов, я думаю, другой вкус или что-то в этом роде. Я не знаю, но они довольно больны. Ох уж эти золотые вареные младенцы. Вы, наверное, слышали об Алексе Джонсе. Похоже, он тоже ходит на станцию клонирования. Он один из них, он что-то вроде двойного агента. Это отвратительно. Ему разрешено говорить только то, что по их мнению ему разрешено говорить. Это просто комично. Они платят за его шоу. Они платят за его телешоу. Так или иначе, он говорил о младенцах с золотой фольгой. Что они обнаружили, что какой-то агент британской разведки нашел их. Или они нашли что-то у агента британской разведки? Поджаренные в фольге младенцы, верно? Ну, дело в том, что я видел их там, и они действительно их едят. Это люциферианская штука. Они запекают младенцев со специями и всякой всячиной, и заворачивают в золотую фольгу, потому что у них есть пунктик насчет золота. Я зайду в другой раз, но... Дело в том, что у них даже нет детей. Как сказала мне сама Элизабет, ее клон, будучи там клоном, я спрашивал ее об этом, потому что не мог в это поверить. Потому что я разговаривал с ней там много-много раз. Я пел ей там серенады с песнями. Я написал там так много песен, что когда она побуждала меня полюбить их, это было невероятно. Но все это из-за того, что я просто пытался не подвергаться там пыткам. Элизабет сама сказала, что когда она думала, что ничего так и не выяснится, она сказала, вы должны есть их мелкими кусочками, не так ли? Сейчас я не хочу есть эти штуки. Похоже, она просто больна. Лучше есть их мелкими кусочками, потому что они гнилые внутри. Например, я никогда не имел дела ни с одной из этих вещей в реальной жизни. Но если эти копы, которые нашли их у этого британского агента, который хотел забрать их у парня из Тайваня, он просил их доставить их где-нибудь на станции клонирования, чтобы кто-нибудь мог поесть. А если вы их разрежете, то внутренности все равно останутся внутри. Они их не потрошат и ничего подобного. Так вот, внутренности становятся гнилыми, а мозги гнилыми. Я знаю, что говорить об этом ужасно, но это, знаете ли, тоже поразило меня. Но они просто съедают кожу, руки и ноги, поверхностные мышцы и все такое прочее. Это действительно отвратительно. Иногда они просто сидели и ели, и я видел, как три человека ели их одновременно. Они просто показывали мне, как это делается, потому что я спросил их об этом, а потом им пришлось показать мне, как они это делают. Это было отвратительно. Ну что же, в Судане, Северной и Северо-Восточной Африке существует полулегальная работорговля. Я думаю, вы можете просто поехать туда и купить людей в рабство. А рабы считают это священным делом. Им нужен выход для рабов или что-то в этом роде. Так что я думаю, работорговля в Судане все еще существует. Так что люди могут поехать туда и купить младенцев, сделать золотую фольгу и поджарить младенцев. И самое смешное, что в отчете о поиске младенцев в золотой фольге говорится, что они нашли кучу младенцев в золотой фольге. Но самое странное, что они никогда не говорили, что вы можете почувствовать запах специй, приготовленных для этих запеченных младенцев в золотой фольге, с расстояния в шесть футов. Я не знаю, что это за специи, но они очень ароматные, хорошо? Мне кажется, что это отвратительно. В них много специй. А еще они курят их с марихуаной, и иногда, когда они их едят, у них появляется камень в теле. Это очень плохо. Ну, в общем, все, что касается расследования педофилии. Это как бы сбивает их с толку. Как будто они знали, что зациклились на этом, но они этого не делали. Я думаю, что у этого парня, Джимми Сивилла, было много улик против него, и это как-то связано с ней. Например, когда я впервые начал писать свое письмо туда, я сказал всем, да, там куча педофилов, супер-педофилов. И люди говорили, о, вы должны быть шокирован тем, что ты так говоришь о королеве. Но они все вернулись позже и сказали, хорошо, так что, возможно, вы правы, да. И это было забавно. У меня в списке друзей есть самые разные друзья. Я действительно надеюсь, что Релизабет когда-нибудь посмотрит это в будущем. Теперь вы закончили. Вам следовало оставить меня в покое. Они показали мне все это, а потом, после того, как я хорошо записал песни и прочее, люди захотели, чтобы я дал им совет по поводу политической ерунды. Потому что они сказали, что я мыслю нестандартно, и что я предложил им вариант, о котором они раньше даже не задумывались. Как и в случае с определенной ситуацией, они сказали, я думал, что это нестандартно. Я разговаривал с ними со всеми. Они все спрашивают у меня совета по разным вопросам и тому подобное. Это маленький ребенок. И я бы дал ему совет, но становилось все хуже и хуже. Это было похоже на ту песню. Так что я давал им хорошие идеи для чего-то, и они это делали и просто продолжали возвращаться. А потом все начали раздражаться из-за того, что Элизабет квакала на сцене. В центре клонирования, потому что она все время разговаривает. Так вот, тогда Владимир встанет, сделает это и... О боже, Медведев тоже там. И Китай, и Россия тоже хуже всех. Китай и Россия тоже хуже всех. Они думают, что если все пойдет так, как я задумал, то они будут выглядеть как злодеи. Многие из нас думают, что для людей, которые правят этим миром, нет никаких преград. Что на самом деле нет никакой борьбы, что они все вместе, что все это притворство. Все эти так называемые споры между этими странами. По большей части вы правы, но иногда возникают проблемы. И они могут возникнуть так легко. Но не могли бы вы сказать, что, как правило, эти люди работают в основном вместе? Но посмотрите на всех этих знаменитостей. Они так сильно выпендриваются перед знаменитостями. Это похоже на то, как если бы один азиатский лидер высмеял другого азиатского лидера и заставил их выглядеть глупо перед кем-то вроде Бранджелины. Вы знаете, они разозлились и начали брицать оружием, а не называя это так. И я сделаю это, я сделаю это с вами. У нас есть это, мы воспользуемся этим, верно? И тогда это станет важным событием, а затем разыграется большая драма. Вы должны говорить об этом потише. Но дело в том, что Китай и Россия это одно и то же, чувак. Это одно и то же. Китай, Россия и Германия являются самыми могущественными группировками в мире. Италия в значительной степени является страной, где преобладает католицизм. У них много денег, но это ничто по сравнению с Китаем и Россией. Китай и Россия очень бессердечно навязывали многим людям свои военные планы. Китай и Россия используют ящериц, чтобы заменить людей, использовать беспилотники и превращать их в добровольных рабов, потому что беспилотникам просто нравится быть людьми. Так вот, дело в том, что Китай и Россия в значительной степени подорвали Америку настолько сильно, что долгое время использовали беспилотники для людей в Америке, в правительство и все остальное, а также отрубание людям голов и захват власти. Америка это даже не страна, я не хочу выводить людей из себя, но Америка на самом деле даже не страна, это страна-паразит. Скоро у нее будут действительно тяжелые времена, потому что Россия и Китай готовят ее к падению. Они знают, что не могут нанести по ним ядерный удар, потому что они получат ответный удар и понесут ущерб. Они знают, что не могут вторгнуться, потому что у всех есть оружие и их уничтожат. Они действительно собираются попытаться вывести оружие из Америки и им плевать на то, что у граждан есть пистолеты. Они заботятся о том, чтобы у граждан были автоматические винтовки. И они устанавливают эти фальшивые флаги, вы знаете, эти перестрелки и прочее, чтобы они могли сказать, о, мы нужно сделать так, чтобы у американцев не было этого автоматического оружия и даже пистолетов высокого класса, потому что люди действительно хотят вторгнуться в Америку. Но проблема в том, что они никогда не добьются успеха, если все население будет иметь доступ к оружию, понимаете? Это плохо, чувак. Это действительно плохо. Так что они собираются найти себе другое занятие, и я думаю, что они собираются сбросить на Землю искусственный астероид. Это откуда-то оттуда. Я не знаю, как они смогут это сделать. Это может быть плазменный шар, вызванный кардиостимулятором, который у них есть, или инструментом для манипулирования погодой, который они используют для этого. Китай такой и есть. Именно туда отправляются все куклы, не так ли? Да, у них больше всего золота. Они уже тысячи лет находятся на грани банкротства. Они убили больше людей, чем все остальные нации вместе взятые. Китай действительно не хочет, чтобы об этом стало известно, потому что Китай думает, что они подвергнутся астракизму со стороны остального мира. Они думают, что другие страны начнут выселять китайцев, потому что Китай ведет себя очень, очень плохо. Нельзя просто травить людей ящерицами, перевозить головы людей, а затем помещать в них сознание мертвых китайцев и управлять ими. И они не хотят быть просто кем-то. Они хотят быть белыми людьми, приносящими удачу. И они сделали в Америке все, что могли. Они сказали, что если я расскажу людям об этом, то они будут подвергнуты ядерному удару. Они будут подвергнуты ядерному удару, и кто-нибудь обязательно применит ядерную бомбу или что-то в этом роде. И я такой, ну что же, ящеры, прикройте этих мертвых людей. Все может пройти гладко. Хотя это довольно тяжело. Китай одно из худших мест в мире. Дело не в тамошних людях. Я не расист или что-то в этом роде. Дело в тамошнем правительстве. Правительством все еще руководит этот парень по имени Мао Сетун Мао, председатель Мао. Он по-прежнему живет с четырехъедерным сознанием, записанным на чипе либо в голове клона, либо в чьей-то другой голове. Сейчас это просто безумие какое-то. Когда они копировали его сознание на чип, у них были только клоны Марк Ван, и побочных эффектов было намного больше, чем обычно. Теперь, после того, как они создали Марк Ту, они не могут вернуться назад, взять эту запись и обновить ее до Марк Ту. Так что он застрял как клон Марк Ван, с испорченным записанным сознанием, что еще хуже, чем Марк Ай. И Марк Ай, и Марк Ту довольно плохи сами по себе. Дело в том, что то, что люди должны делать, должно быть военным делом. Например, военным придется совершить государственный переворот, потому что я не знаю, будут ли у меня неприятности из-за этих слов, но Обама не согласен с Ви. Ясно. Владимир Путин, он на их стороне. Они все напуганы. Как и иллюминаты, это большая сплоченная организация, но в основном она объединена страхом, не так ли? Потому что если один человек выйдет и скажет, «Ой, я собираюсь рассказать», «Я собираюсь рассказать», «Этот человек умрет очень быстро». А потом другие люди посмотрят и скажут, «Ой, я не хочу быть следующим, верно?» Ну, в клонировании много масонов, саентологов, мормонов. Существует множество различных фракций. Они хотели, чтобы я присоединился к масонам. У них здесь, в Галифаксе, есть ложа. Но я не собираюсь вступать в нее. Я ненавижу этих людей. Но масонов очень много, и некоторые из их знаний связаны с клонированием, врилом и другими вещами. И они знают обо всем этом. Например, даже о китайской триаде, японской якудза. Кроме того, есть все остальные правительства, и они в значительной степени являются союзниками одной и той же фракции, некоторые из них нет, некоторые из них независимы. Хотя существует множество различных фракций, но все они были объединены в нее, и большинство из них не имеют, я даже не хочу быть там. И все они надеются, что я сделаю что-то вроде этого. Они говорят мне, что я проявляю слабость, мол ты делаешь недостаточно, черт возьми. Выходите оттуда. Вам нужно спеть песню перед камерой. Я не хочу этого делать. Спойте песню. Да, по спутниковой связи. У них на спутниковой связи есть все, что угодно. Они сказали, что у них есть что-то под названием луч смерти. Они сказали, что у них есть что-то вроде луча со спутника, который может вызвать у людей рак и другие заболевания. У них есть ядерное оружие на спутниках. Некоторое время назад они использовали космос в качестве оружия. Все думают, о боже, неужели Ким собирается запустить ракету? Он собирается запустить ракету? Прямо сейчас он может взорваться в любой точке США. У него есть спутник, который должен был быть телевизионным. Нет, на нем установлены ядерные боеголовки. Он может просто сбросить их, как будто Ким Чен Ир хотел заполучить Японию перед смертью. Он всегда хотел заполучить ее. Я был там, когда все рушилось. Корея ненавидела Японию примерно с 1300-х годов или что-то в этом роде. Они всегда были такими. Япония всегда пыталась вторгнуться на материк. Так что это древняя ненависть. Ким Чен Ир хотел заполучить Японию перед смертью. На самом деле он хотел сбросить на них ядерную бомбу, но для таких масштабных дел, как это, нужно разрешение иллюминатов. И он запустил ядерную бомбу под морским дном и начал. Значит, этого не было, верно? Я не уверен, была ли это ядерная бомба, или это было сердце, контролируемое их страной, или что-то еще, но они вызвали это. Ким Чен Ир вызвал это без разрешения. Он спросил, могу ли я, могу ли я сделать это с Японией. И они сказали, нет, вы не можете. Это вызовет слишком много разрушений в мире, все эти ядерные взрывы. Нет. На побережье есть ядерные установки. Он все равно это сделал. Просто у них не так уж много мест, где можно разместить эти устройства. Вы, наверное, заметили, что Ким умерла сразу после этого. Ему сделали операцию по удалению аневризмы. Они подключили электричество к его клону, но не причинили ему никакой боли. Он получил дозу героина, когда к его клону подключили электрический ток. И у него был Анрм. Его сын заменил его. Ему все равно. Ким все еще живет, как не мертвый клон. Он был довольно сумасшедшим. Он довольно сумасшедший человек. Вся страна там довольно черная. Там находится руководство Японии. А также нечто, называемое Якудзо Ямагути Гуми. Это Ямагути Гуми. Это самые могущественные парни из Якудзы, и они переманили на свою сторону других парней из Якудзы. Я помню, что они все время разговаривали со мной из-за боя на мечах. Они просили меня найти решение ядерной проблемы в полном объеме. Там нет руководства Греции. Нет. Потому что... В Греции нет такого руководства, которое могло бы это сделать. Греции нет. Грецию либо не привезли туда, либо привезли с подавленной памятью и сказали, вы будете с нами. А Греция сказала, нет, ребята, вы отвратительны. Мы уходим, мы уходим. Верно? Так вот, однажды Элизабет сказала мне, я не понимаю, почему они обращают на меня внимание и вовлекают меня в это дело. Я знаю, иногда им нравится использовать меня в качестве козла отпущения. Они сказали, что им даже не нужна страна. Да, они не могут контролировать погоду. Они сказали мне, что могут вызывать землетрясение. А теперь они еще и наговорили мне всякой ерунды, верно? Когда я был там, они вели себя так, будто цунами стало для них большой неожиданностью, верно? И они были обеспокоены этим. На самом деле они сказали, что преуменьшили значение этого события во всем мире. На самом деле все было намного хуже, чем люди говорили, из-за радиации и прочего. Намного хуже. Они сказали, что преуменьшили значение этого события, потому что это вызвало бы панику во всем мире. Это плохо, я думаю, действительно плохо. Так оно и есть. В любом случае, это одно из решений, которое они придумали. Это группа людей, которые пытаются придумать решение. Вы знаете, что они собирались сделать? Ну что же, Северная Корея, когда они проводили ядерные испытания там, под землей, когда взрывалась ядерная бомба, это вызывало большую впадину в земле, кратер. Как будто бомба действительно взорвалась на поверхности. Вот в чем дело. Это так. Что именно? Японцы собирались сделать? Они собирались пробурить дыру в береговой линии под водой. Именно это они и сделали. Ставьте ядерную бомбу, а затем взорвите ее под заводом, и она опустится в кратер, вода хлынет внутрь и покроет его водой. Это одно из их решений, но они не хотели этого делать, чтобы не спровоцировать, возможно, другие землетрясения. По этому поводу были большие дебаты, не так ли? А потом они так и не сделали этого, а потом просто начали продолжать разбрызгивать его, и они хотят забетонировать его и все такое прочее. Они рассказали мне так много интересного, чувак. Я рассказываю тебе все. Я расскажу тебе все. Другой самый лучший способ, который у них есть, это то, что они используют одну из функций адронного коллайдера, протонного коллайдера, который у них есть. Они могут добиться определенного эффекта. Они называют это эффектом дня сурка, прямо как в фильме. И они доказали мне это, потому что я не верил, что это сработает. Так вот, что это делает, прямо как в фильме про сурка, они могут сталкивать протоны, и это создает заданную точку. Теперь, после этого, если что-то пойдет не так, как они хотели, они могут вернуться к последнему столкновению, независимо от того, сделали ли они это вчера, три дня назад, или на прошлой неделе, и тогда они смогут что-то сделать. Но вы ничего не вспомните, если у вас в мозгу нет чипа. Это чип определенного типа, который есть у меня и у многих других, и это многоцелевые чипы. Они выполняют множество функций, они передают сознание и все такое прочее. Так вот, вы, люди, обычные гражданские лица, почувствовали бы сильное дежавю. Если они сделают это в третий раз, вы все вспомните. Вы могли бы запомнить даже номера лотерейных билетов. Это похоже на крупную технологию, которую они используют в дне сурка, и они могут делать это примерно девять раз подряд. Но в восьмой или девятый раз, когда они это делают, они рискуют получить травму. Говорят, где-то здесь, в недрах Земли, есть черная дыра. Таким образом, они делают это максимум семь-шесть-семь раз, если им нужно, хотя обычно достаточно одного или двух раз, или все, что они хотят сделать. Проблема в том, что если кто-то выйдет завтра, скажем, певица Пинк, и Элайджа Вуд знает обо мне все, все о клонировании. Я встречался с ним и разговаривал с ним там. То же самое касается певицы Пинк. Я просто привожу ее в качестве примера. Если она выступит завтра в прямом эфире по международному телевидению и скажет, здесь есть центр клонирования, они убивают людей. Они используют нас как рабов, и мы ничего не сможем сказать. Вы знаете, что они делают? Мы снова вернемся на три дня назад, к последнему протонному взрыву на адронном коллайдере Церна. Я не знаю, как работает наука. Я не физик. Они вернутся на три дня назад, и угадайте, что произойдет с розовым цветом. Она бы никогда не пришла на эту пресс-конференцию, понимаете? Так что, знаете ли, это хороший сдерживающий фактор. Послушайте, Элайджа Вуд не возражал, чтобы его использовали, когда он был ребенком. Деньги — это и есть настоящая слава. Большинство из них именно так и поступают. Да, если они когда-нибудь попытаются заговорить. Именно это он сейчас и делает. Я имею в виду, не думаете ли вы, что это так? Он забрал свои слова обратно. Он забрал свои слова обратно и сказал, что даже не имел этого в виду. Он сказал, что развивал чью-то статью, а они вырвали ее из контекста. Но это была просто ложь, потому что они отменили время и сказали, возьми свои слова обратно, или мы тебя убьем. Вот что они делают. Вот почему никто не может говорить. Ребята, это самая надежная защита от сбоев. Вы, ребята, пытаетесь спасти мир. Они могут сделать это за день или за неделю. Когда бы они не добились успеха в прошлом сезоне. Они что-то меняют, иногда просто ради шутки. Орфографию фильма и другие вещи. Они просто делают это, чтобы выставить на показ свою власть. Потому что никто ничего не может с этим поделать. Подумайте об этом. Что кто-нибудь сделал по этому поводу. Хотя мы не можем сильно это изменить. Это вызовет явление, называемое парадоксом, которое изменит другие вещи. Так что они изменят это лишь незначительным образом. Занимается ли геоинженерия и химическая промышленность этим в настоящее время? Ну что же, они сказали несколько разных вещей. Они сказали, что в нем содержатся нанобайты или наноботы, нанозонды или что-то в этом роде. Некоторые из них, это не маленькие коробочки, в которых ходят ножки. Это просто провод, один крошечный проводок, который они могут активировать, манипулировать им и пропускать через него. Они сказали, что теперь они подключены ко всем. У них есть наниты и все остальные. Это что-то вроде умной пыли для умной пыли, которую они выпускают. Это именно так и есть. Просто она повсюду. Кроме того, она предназначена для уменьшения численности населения, но все думают, что из-за этой депопуляции они будут бегать и убивать кучу людей одновременно. Они больше не хотят, чтобы все люди доживали до 110 лет, потому что так и будет. Это серьезная проблема. Они отправляются в дома престарелых в 55 лет. Они больше не умирают в возрасте 70 лет. Они умирают в возрасте 110 лет. Так что вы знаете, это стоит им больших денег. Как и семьям этих людей. Таким образом, они пытаются сделать так, чтобы люди умирали раньше. Они сказали, что нанитовые штуки могут соединяться в воздухе и создавать изображения, но для любых целей. А еще они сказали, что хотели бы немного заслониться от солнца, потому что настоящие ящерицы очень чувствительны к солнцу. Они сказали, что на самом деле хотели бы заслониться от него и заставить их подняться и пройтись вокруг. Они хотят жить в мире и сосуществовать с людьми. Да, они могут создавать иллюзии в небе и все такое, но так оно и было. Идея с голубым лучом, когда они собирались разместить изображения различных божеств в небе и все такое, принадлежала ведущим. Видите ли, никто бы на это не пошел. Как будто все знали, что это была своего рода манипуляция. И поэтому они отказались от этого плана. Они не собираются размещать фотографии этого парня бога. Самые богатые люди в мире, это главы религиозных сект, верно? Поскольку они получают пожертвования на протяжении тысяч лет, они получают золотые украшения на протяжении тысяч лет, они самые богатые люди. Так что по сути они покупают людей. Они покупают лояльность людей и обеспечивают их лояльность страхом перед искусственным адом, смертью после смерти и костями. Это действительно хороший сдерживающий фактор от разговоров, но поскольку они сказали, что в любом случае собираются сделать это со мной, мне нечего терять. Потому что после того, как я записал около 50 песен, я был там, люди начали поговаривать, что я, возможно, имею какое-то религиозное значение. А потом они заговорили со мной о чем-то другом. Я был всего лишь маленьким ребенком, и они заговорили со мной об этих пророчествах, о пророчествах Нострадамуса и обо всем остальном. И я подумал, я не знаю, что это такое. И они сказали, что начинают углубляться в религиозные вопросы, говоря, о, может быть он и есть Агнец, Агнец Божий. Ведь так? А я такой, нет, это не так. У меня никогда не было ничего подобного. Ну что же, позже в жизни я бы сказал им, что у меня никогда не было никаких видений, и я ничего не слышал, и я действительно так не думал. Когда они продолжали говорить об Иисусе, пытаясь сказать, что я был Иисусом, там была группа людей, которые были говоря, ну что же, мы люциферианцы. И Люцифер хочет, чтобы мы схватили Иисуса и пытали его в следующем столетии, в знак преданности нашему Богу. И за это нам будет сопутствовать удача. Это называется освежевать ягненка. Так вот, тогда я немного забеспокоился, и они захотели, чтобы я принял участие в этом проекте Камелот. Ну, там была куча ребят, кандидатов на участие в нем. Он должен был стать номинальным главой, как религиозный деятель во время атомной катастрофы в будущем. У них должен был быть кто-то, кто пытался бы контролировать население, например, разговаривая с ними, рассказывая им о большой катастрофе. Затем, да, они планировали отвезти людей на подземные базы и разрушая их, сокращая население и все такое прочее. Некоторые иллюминаты, главы определенных религий, а также представители других конфессий, не должны испытывать симпатии друг к другу. Они как бы объединились в этом вопросе и называют себя фарисеями, верно? Я даже не знал, что это такое. Я даже не знал, что это такое. Я думал, что это как-то связано с фараонами или чем-то в этом роде. Но они такие нет. Ну, дело в том, что у них нет религии, которой они могли бы следовать. Потому что существует не так уж много религий, которые будут потворствовать тем мерзким поступкам, которые они совершают. Поэтому они составили коллаж из множества различных пророчеств, пророчеств Нострадамуса, Тихих местностей, Откровений и всего остального. Пророчества индейцев, Хопи, Майя и Ацтеков. Они смешали их все вместе и попытались придать этому какой-то смысл. Они тоже называют себя холодными, и им это нравится. Они называют себя холодными, потому что в Библии упоминается, что Бог ненавидит холодных развращенных людей, которые разрушают мир, потому что они так говорят. Да, мы холодные люди. Не так ли? Чувак. Это просто невероятно. Как будто у них там есть люди, которые делают так, чтобы пророчества сбывались. Их называют фарисеями, верно? Богатые люди из разных регионов мира, и они делают так, чтобы пророческие события происходили, чтобы, как они сказали, сохранить жизнеспособность религии. Чтобы все выглядело так, будто разные религии реальны для масс. Они будут продолжать получать пожертвования, а священники по-прежнему будут работать. Это как затопление Нью-Йорка с помощью технологии ХАРП во время шторма. Все это было сделано намеренно. Они занимаются самыми разными вещами. Из-за них реки становятся красными, а в Иерусалиме или где-то еще в Израиле, они только что заставили родиться рыжую корову, рыжую телку. Предполагается, что это произойдет, когда там родится рыжая телка. Да, они хотят, чтобы откровение и все такое сбылось. Я не был уверен, чего они хотят, плохого конца или хорошего. Но в общем я не знаю, что они собираются делать сейчас. Перед тем, как появится этот великий спаситель, предполагается, что будут огромные разрушения и три дня темноты, верно? Так что это по сути последнее, что должно произойти сейчас. Я думал, что это произойдет в конце четырех кровавых лун прошлого года, но нет. Многие люди, которые действительно хотят выбраться из этого места, всегда были в восторге от клонирования. О, это превосходно. В конце этих четырех кровавых лун все наконец-то закончится, не так ли? Мы разоблачены и свободны. Но затем все снова возвращается на круги своя. И они говорят, о нет, мы должны подождать этого, как сказала Элизабет. Они сказали, что это просто не должно было произойти в 2012 году, или что-то в этом роде. Они приводили множество отговорок. Они сказали, что на самом деле сейчас даже не 2012 год. Что эти годы прошли, понимаете? Много лет назад мне сказали, что планеты Икс не существует. Они сказали, что собираются использовать это как оправдание. Давайте посмотрим. Ну что же, я был воспитан в католической вере, крещен и все такое прочее. Дело в том, что Папа Римский это тот самый клонирующий человек. Бывший Папа Римский это тот самый клонирующий человек, он должен был уйти в отставку в этом пророчестве или что-то в этом роде, а имя нового Папы каким-то образом переводится как этот романтичный парень, и видите, все это подстроено фарисеями. Они готовят все к тому, чтобы пророчества сбылись. И я думаю, что это как раз та часть, где появляется последний Папа Римский. Главой ордена иезуитов является чернокожий Папа, а потом у них появился новый Папа, и теперь они говорят, что Кит тоже чернокожий Папа. Есть епископы, которые занимаются клонированием, есть кардиналы из Ватикана, которые занимаются клонированием, как и многие из них, и они сидят сложа руки. Судя по тому, что я видел, некоторые из них участвуют в отвратительных вещах. Может быть все они так делают, я видел только нескольких, которые что-то делают, но все они сидят сложа руки, и им всем говорят, что делать. Они знают все об инопланетянах. Они говорили с ними там. И даже Папа Римский, Иоанн Павел II, он только по большей части мертв. Ничего себе! Он выживает в одеколоне. Он все еще там. Он знает об этом все. Он всегда знал, что я все об этом знаю. Я часто разговаривал с ним, когда был ребенком. Ватикан уже очень давно страдает от ящериц. Они якобы так вот, они сказали мне, что каждый год приносят в жертву одного ребенка из Ватикана по наущению инопланетян и тому подобного. Они думают, что существует какая-то традиция. Ну, в общем, под главным алтарем в Ватикане есть что-то вроде небольшой ниши. Похоже, что это тоже не потайная комната. Это похоже на то, что вы можете спуститься туда и раз в год перерезать горло ребенку. Это просто безумие какое-то. И это не ребенок из одеколона, это настоящий ребенок. И большая часть причин, по которым эти священники возятся с детьми, заключается в том, что они дают обед безбрачия. Они не могут заниматься сексом, они не могут жениться, верно? И тогда они начинают немного путаться в своих биологических побуждениях и желаниях. Вы знаете, они начинают немного сходить с ума по этому поводу. А еще в некоторых религиях, например в иудаизме, говорится, что заниматься сексом с задницей мужчины или ребенка на самом деле не считается сексом, так что это не считается. Так что они могут смириться с этим. Мазлтов. Да, на самом деле так оно и есть. Это точно так же, как когда в Ватикане была секс-вечеринка, и там пропал 13-летний подросток. И ее отец собрал всех, и они вышли на площадь Ватикана и спросили, где моя дочь. Она вошла сюда и больше не выходила. Где моя дочь? Где моя дочь? Они оставались там несколько дней, я не знаю, как долго. Они ничего такого не сделали. Они просто сидели там и ждали. Папа Римский не вышел на свой балкон, чтобы ответить. Полиция не заходила за папой и не спрашивала его об этом. Никто ничего не делал. И в конце концов люди замерзли и промокли до нитки и разошлись по домам. Так что до сих пор никто не знает, что случилось с той девушкой, но они убили ее там в подвале. Они часто обсуждали со мной политику с тех пор, как я был маленьким ребенком, и это связано с тем, что я записал там кучу песен. После того, как я записал кучу песен, политики захотели пообщаться со мной, посидеть и поговорить. Потому что они сделали это как свою любимую песню в 80-х или что-то в этом роде. А потом они начали пытаться произвести на меня впечатление, рассказывая, что у них есть, что они могут сделать, что они сделали, за что их не поймали. И они, они просто сидят и болтают о мировых делах, о том, что они собираются делать. Все это происходит за кулисами, как будто Америка думает, что Обама это что-то вроде иллюминатов или что-то в этом роде, и им следует поддержать Рона Пола. Но угадайте, что, Рон Пол тоже иллюминат. Он ходит на станцию клонирования и тоже занимается всеми этими отвратительными вещами. То же самое делает и Хиллари Клинтон. То же самое делает и Билл Клинтон. Он играет, он несколько раз играл там на саксофоне, когда я сочинял песни, например, в 90-х годах. Например, в 90-х годах. Это забавно. Все политики любят демонстрировать свои навыки, актерское мастерство, вокальное мастерство и прочее перед знаменитостями. А потом знаменитости, в свою очередь, общаются с ними, и иногда им удается поговорить с ними о мировых делах и тому подобном, а также дать советы мировым лидерам. А иногда мировой лидер прислушивается к совету, просто чтобы подружиться со знаменитостью. Это глупо. Так оно и есть. Это место должно быть закрыто. Я не смотрю N или что-то в этом роде. Они рассказывают мне об этом. У вас нет новостей, и у вас их нет. Черт возьми, у вас их нет. Я рассказываю об этом каждый день. Мне столько всего нужно вам рассказать, ребята. Хилари Клинтон сидит рядом со мной и рассказывает мне разные вещи, верно? А я такой. Зачем вы мне все это рассказываете? Я даже не хочу здесь находиться. Вы уродливая женщина. Оставьте меня в покое. Я не хочу заниматься с вами сексом. Я не хочу ничего с вами обсуждать. Вы отвратительны. Вы смотрели это видео с невинным ребенком. Вы видели, как всех этих бедных проституток избивали молотком. За исключением одной. О боже мой. О боже мой, я их ненавижу. Я их так сильно ненавижу. Я видел там всех кандидатов, кроме Берни Сандерса, и я уверен, что он тоже там присутствует. Они всегда там. Каждый раз они всегда там. Все они иллюминаты, и за кого бы они ни проголосовали, они иллюминаты и будут делать все, что захотят. Трамп был там. Трамп взял на себя ответственность за изобретение, которое они сделали много лет назад. Оно называлось «Зе», похоже, они тоже придали этому большое значение. Теперь это похоже на постоянный продукт для детей, который по-прежнему приносит миллионы. Я описал его там, разве я не назвал бы его манчи, но по-моему они сменили название на что-то другое. Это что-то вроде пустышки, верно? Но вместо соски у него сетка. И вы можете расстегнуть поперечное ограждение на этой пустышке. И внизу у нее есть кольцо, за которое можно держаться, совсем как у пустышки. Она выглядит точно так же, как пустышка. Но если открыть эту поперечину, то можно положить в эту сетку кусочки персиков или что-то еще. А потом ребенок возьмет это и начнет жевать. Вы кладете в сетку фруктовое мороженое, а не что-нибудь еще, и нет никакой опасности подавиться, верно? Так вот, они сказали, что это гениально, и Дональд Трамп выложил это на стол, сказав, что он сам это изобрел. Он придумал это однажды ночью, когда спал. Ничего себе! Дональд Трамп никогда ничего не изобретал. Вы видели, чтобы он участвовал в каких-нибудь ритуалах? Нет, он делал со мной разные вещи. Он бил меня кулаками, пинал ногами, когда я был ребенком. Вау, он стрелял в меня, стрелял в меня пару лет назад просто ради шутки в моем клоне. Попался. Как будто я нахожусь в своем настоящем теле, в котором разговариваю с вами прямо сейчас. Я сам никогда не был в центре клонирования, только в качестве клонов. Никто не ходит туда в своем настоящем теле, если только ему не грозит смерть. Там была еще одна женщина, которая сказала, что собирается стать президентом Соединенных Штатов. Они всегда придавали большое значение таким вещам, как, например, когда Барак Обама стал президентом, он даже не был реальным человеком. Это я назвал его человеком. Я дал ему имя. Его зовут даже не Барак. Я назвал его Бараком в честь одного из моих любимых персонажей Mortal Kombat по имени Барака. Да, я его знаю. О боже. И он даже не настоящий человек. Предположительно, он переделанное тело из прошлого этого фараона Акнона. Так оно и есть на самом деле. И у Акнона были какие-то кровосмесительные отношения со своей матерью. И его жена, Мишель Обама, предположительно, тоже не является реальным человеком. Она переделанное тело из прошлого, которым управляет другое сознание. Но она, предположительно, биологическая мать Обамы, как бы то ни было. Все они были в восторге от того, что до нашего прихода к власти никогда не было чернокожего президента, и мы собираемся это сделать. И я такой, ладно, мне все равно. Зачем вы мне это рассказываете? Я канадец. А они такие, ну что же, мы так и сделаем. А я такой, ладно, делай что хочешь. Мне все равно. После этого примерно год назад они сказали, никогда еще не было женщины президента, Тони. На этот раз мы собираемся избрать Хилари Клинтон. Я такой, о да, это здорово. Она соглашается со всем, что говорят инопланетяне, не так ли? Потому что на самом деле ей там страшно. Так что я подумал, ну что же, после того, как вы это сделаете, почему бы вам не назначить президентом собаку? Потому что, как вы знаете, никогда еще не было президента собаки. А потом я сказал то, что сказал, и люди начали смеяться, верно? И я подумал, да, когда вы спросите их, когда вы спросите президента пса о его позиции в отношении России, он скажет, грубо, очень грубо. И тогда кто-нибудь скажет, о да, это означает, что мы должны быть жесткими в своей позиции по отношению к России. Чувак, мы сошли с ума. Это похоже на вечеринку с группой умственно отсталых детей. Видите ли, все эти вещи, о которых я говорю, приведут меня туда сегодня вечером, когда я лягу спать. Я спрашиваю, почему вы так говорите, Тони? Что вы такого говорите обо мне, чувак? Ну что же, все боятся Владимира. Он по сути такой же, как Елизавета, с точки зрения права голоса и власти. Он был там с тех пор, как я был маленьким ребенком. Хиллари тоже была там с тех пор, как я был маленьким ребенком, Елизавет. Они видели там все, что я делал. Они все думают, что я мистер особенный. Но Владимир много разговаривал со мной там, потому что, как и Елизавет, у него нет никаких трюков, верно? И он хочет, чтобы его видели и слышали все присутствующие там знаменитости. Он спрашивал меня об идеях и прочем, о вариантах и о том, что ему следует делать в определенных ситуациях. Но это касается самых важных деталей. Как и Обама, он должен быть козлом отпущения, чтобы его ценили, чтобы ценили Владимира. И Обама знает, что он козел отпущения. Он готов стать козлом отпущения. Предполагается, что он будет делать и говорить глупости, а затем Владимир поправит его. Владимир выглядит крутым, а Брок глупым. Это уже происходило около 50 раз, но все это инсценировано, сфабриковано. Это должно было произойти. И это будет происходить и дальше. Все правительство США, по сути, клонировано в этом месте. Если кто-то из них не будет делать то, что им говорят, Россия, Китай и несколько арабских государств замучают их до смерти, убьют их семьи. У США большие неприятности. Похоже, что это просто приводит к тому, что все остальные люди в мире ненавидят Америку. Даже Британия, которая, как предполагается, находится в союзе с Америкой, все еще ненавидит Америку только из-за войны 1812 года, когда она вышла из состава Содружества, понимаете? Владимир, я хочу, чтобы люди тоже поняли, они должны, вы и все остальные, должны видеть весь позитивный, тошнотворно-сладкий позитив посты о Владимире. Он такой хороший. Он делает это. Он такой хороший. Владимир, спаситель христианского народа, щенок владимирских домашних животных. Владимир делает это так хорошо. Владимир делает это так хорошо. Это все обратная психология. Это сфабриковано. Он ближе всего к антихристу, которого я когда-либо мог себе представить. Он невероятен. Это просто ужасно. Это действительно плохо. Вы мне не поверите, но знаете что? Если вы увидите признаки того, что на его корабле открываются закрытые двери, это значит, что люди с проволочной сеткой пытаются вас обмануть. С Владимиром Путиным это произошло потому, что я просил их об этом с 12 лет, ребята. Я сказал, что хочу знать о призраках. Я хочу знать. И я спросил их обо всем, и они мне все рассказали. Я не знаю почему. Я думаю, просто из-за песен. Владимир Путин, президент России, сказал, не слушайте его. И он очень ужасный человек. Он сказал, не слушайте его. Если бы там было настоящее привидение, я бы уже поймал его, посадил в клетку и использовал для питания подводной лодки. Никакого привидения нет. Я буду выжимать из него все соки, чтобы получить энергию для военной машины. Ребята, здесь нет никакого призрака. Они просто поддерживают идею продолжения съемок, понимаете? Все они там есть. Мамар Каддафи был там. Кстати, на самом деле он не умер. Это был его клон, который умер. Когда я был ребенком, я называл его дядей Мо-чувак. На самом деле он был несколько милее остальных, не так ли? Но ему приходилось делать вид, что он так же полезен, как и все остальные. Да, верно? Но он был рядом со мной с тех пор, как я был маленьким ребенком и наблюдал, как я создаю эти потрясающие песни, которые буквально растворяются в воздухе, верно? На самом деле песня, которую я написал о нем для принца, называется «Принц». Она называется «Малиновый берет». На нем был «Малиновый берет». Не так ли? Об этом и поется в песне. Она о Муамаре Каддафи. Ему это очень понравилось. Он сидит там в толпе за хоккейными досками и играет. Он танцует фламенко и все такое. И он часто тусовался там со мной, спрашивая, как нам это сделать. Он говорит, что хотел уговорить американцев купить военный автомобиль Хамви, верно? Так вот, он говорит, Донни, у меня так много денег. У Билли резкий акцент, верно? У меня было так много денег. Какой автомобиль я делаю, и это похоже на то, что я не знаю, как сделать что-то лучше, чем то, что есть у них, верно? И вы пытаетесь превзойти их, а он такой. Я установил двигатель Ламборгини в Бронко, который ездит быстрее любого Хамви, верно? Так что я был просто крут. А потом он показал мне эту машину. Мужчина показал мне ее на станции «Колония». И я подумал, как же это все сюда попало. И, вероятно, она даже не была настоящей. Скорее всего, это был просто скелет или что-то в этом роде. В любом случае, так что да, он был там. Вся эта история с Лока Би, ну, вы знаете, взрывы Лока Би в Англии. Да? Я не ожидал, что он будет там тусоваться с Элизабет, верно? Именно из-за этого. Предполагается, что они должны ненавидеть друг друга, не так ли? Так что я даже не знаю дату, когда это произошло, но он висел там до этого. Так что можно подумать, что он боялся клона, который устроил этот взрыв, боялся пыток клона и всего остального, но если бы клон пытал его, он бы рассказал об этом всему миру. Не так ли? Да. Так вот, они были у вас там. Они тоже были там. Я просто скажу вам, что это довольно мерзко. У них там был заключен в тюрьму один из его действительно близких друзей, не так ли? Я думаю, иногда он становится немного раздражительным, не так ли? И он очень сильно хотел, чтобы он вернулся. Так вот, он сказал, что если вы не отдадите его мне обратно, я буду продолжать бомбить и расскажу всему миру о том, как цепляться когтями. Они все набросятся на вас, и они могут наброситься и на меня тоже, но они доберутся и до вас тоже. Я возвращаю вам своего друга, и вам лучше вернуть его обратно. И они вернули его обратно, и все подумали, о боже, почему вы возвращаете их обратно? А они ответили, мы просто обязаны сделать это для международного сообщества. Нет, это было сделано для того, чтобы он не говорил о клонировании. Но я говорю об этом сейчас. Так что Каддафи, в отличие от вас, ребята, не умер. Мамар Каддафи не умер. Это был клон, которого вы, ребята, видели умирающим на том видео. Они показали мне всю подготовку к этому и все остальное. Ну что же, я помогал им в создании фильмов, множество песен и прочего, и к тому же успешно. Так вот, они хотели, чтобы я помог им со всем этим разобраться. Как бы это выглядело правдоподобно. Потому что я уже объяснял им несколько вещей, как мне приходилось делать, когда на меня никто не производил впечатления, и все такое прочее, и чтобы меня не ударили ножом. И все такое прочее, потому что это расстраивает твое сердце, и все такое прочее. На самом деле, это как если бы они время от времени пытали тебя. В любом случае, да, все люди, работавшие в Делфой, были в курсе этого. Даже телефон тряся, камера мобильного телефона тряслась. Все это было вызвано телефонной суетой, все это было сфабриковано. Они все считают себя великими актерами и все такое прочее. Он хотел, чтобы Каддафи был свергнут. Он не хотел выглядеть, как Саддам Хусейн. Он сказал, что когда он открывал рот и разгуливал в нижнем белье и тому подобном, он сказал, что хотел выглядеть круто. Так вот, кровь на лице и все остальное, было немного порезано у линии роста волос. И они размазали ее по всему его лицу, вот здесь, сбоку, как будто все было подстроено заранее. Все это было большой театральной постановкой. И теперь вы никогда не найдете его тело. Предполагается, что оно тайно захоронено. Это потому, что если вы выкопаете его тело, проведете анализ, и вы сможете сказать, что это клон. Вот почему они похоронили его тело в отдаленном месте. Никто никогда не найдет его, потому что это клон. Я думаю, клетки разные и все такое прочее. Такие, как эти, выращивают в течение пяти месяцев в большом стеклянном резервуаре, наполненном соленой водой. И еще. Они сказали, что сейчас он живет в газе. Я думаю, у него есть связи в газе. В газе? Сектор газа находится на стороне Израиля. Это сценарий газа. Ребята, все это правда. Это какое-то безумное дерьмо. И там еще больше дерьма. А что касается того, что я не рассказываю историю об этом деле, ну, дело в том, что я рассказывал кучу всякой всячины, а потом они захотели выставить меня в еще большем свете. Глупо, чтобы они все больше и больше привлекали известных людей, которые делали со мной нелепые вещи, в надежде, что я расскажу об этом в фейсбук и буду выглядеть идиотом. Так что в тот момент я даже особо ничего не говорил, потому что случались странные вещи. Например, какая-нибудь знаменитость наряжалась клоуном и била тебя битый нерф, или что-то в этом роде. И они хотят, чтобы ты сказал это на фейсбук, чтобы люди сказали, послушай, что он говорит, чувак. Он просто не понимает, о чем идет речь. Но так и должно быть. Знаете, именно поэтому они это и делают. Продолжение следует...